День, символизирующий победы жизни над смертью и дающий надежду на спасение. Время духовной радости и особого торжества. Все обиды уходят прочь, наступает благодать и счастье. Светлая Пасха – это великое чудо из чудес, которое не поддается объяснению. Праздник Воскресения Христова отмечают православные христиане в России, Украине, Сербии, Польше, Грузии, Иерусалиме и на Афоне, а также греко-католике. В каждой христианской семье существуют свои традиции, связанные с этим большим праздником. Поедем к родителям, конечно. Будем Христосоваться, поздравлять друг друга и радоваться, что Христос воскресся. В гости пойдем, друзья. Праздник все-таки. Чистый, светлый. Я проведу со своими родными и близкими. В принципе, мы сейчас сюда вместе пришли. Побыли на службе. Ну, сейчас мы немножко, потому что у нас ребенок маленький, поедем домой. Ну, а так будем вместе. Сядем за пасхальный стол, съедим вкусные, красивые куличи. Обязательно похристосуемся крашенными яичками. Мы чисто дома. У меня трое детей, поэтому мне никуда идти не надо. У меня дома весело. Кто приходит, всем рады. В этом году Пасху отметили 5 мая. Праздник считается переходящим. Его дата определяется по лунно-солнечному календарю. По традиции, богослужение начинается в полночь. Верующие участвуют в крестном ходе, слушают песнопения и христосуются. Это особый ритуал, где принято трижды целоваться и приветствовать друг друга. Пасхе предшествует Великий пост. Длится он 40 дней и считается одним из самых строгих. В это время запрещено есть мясо, птицу, рыбу, молочные продукты, сдобную выпечку, яйца и принимать алкоголь. Крайняя неделя воздержания называется «Страстная». Верующие молятся и помогают ближним. Также перед праздником важно очиститься не только духовно, но и навести порядок в доме. Стирать вещи и избавляться от ненужного принято в чистый четверг. Подготовка к празднику заканчивается в Великую Субботу. С раннего утра верующие красят яйца. Сегодня дети участвуют, поэтому святая и краска разная. Но вообще первоначально красный. И это свидетельство той истории, той легенды, когда святая Магдалина была у императора на приеме. Согласно преданию, святая поднесла в дар императору яйцо и произнесла «Христос воскресе». Владыка ответил, что оно белое, а не красное. Это значит, что мертвые не воскресают. В этот момент яйцо мгновенно стало багровым. В семье Натальи Плятнер существуют свои традиции. Здесь яйца привыкли не красить, а писать. Каждый год кухня превращается в настоящую художественную мастерскую. Вместо красок – смесь сажей и воска. Деревянные палочки заменяют кисть для рисования. Наталья говорит, такой способ украшения яиц придумала ее прабабушка. Сначала она приобщила к этому занятию маму Натальи. Бабушка каждый год сажала ее и показывала. Говорила, смотри, потом будешь учить своих детей. В каком-то возрасте, понятно, мама переняла эту технологию. Что самое удивительное, вот эта коробочка с воском, то есть ей тоже больше 60 лет. И вот эти палочки, которыми мы будем, собственно, писать яйца, делал тоже мамин прадедушка. Его звали Игнат, а бабушку звали Маруся. Нужно использовать обязательно сырые яйца, иначе рисунок не будет красиво ложиться на скорлупу. Схемы для росписи хранятся в деревянной коробке. Многим уже более 60 лет. Настоящий семейный раритет. 93-й год, 18 апреля, Пасха. Я очень люблю именно вот эти листочки. Ксерокопии, конечно, здорово, но у меня вот особый трепет вызывает вот эти бумажечки держать в руках. А здесь мы уже современные делали фотографии, когда уже появились телефоны. Воск топится на специальной плитке. По словам Натальи, это незаменимый инструмент – палочка-выручалочка. Плитка ломалась несколько раз, мы отдавали ее каким-то мастерам. Вот тут вылетала пружинка, получается, ее чинили, но она работает. Мама считает, что она лучше всего нагревает воск, и никакая индукция с ней не сравнится. Поэтому мы ее бережем и храним, и ровно раз в год она с балкона приезжает к нам, и мы на ней греем тот самый воск. Смесь разогревается до нужной температуры. Роспись яйца лучше начать с двух крайних точек. Так намечается ориентир для будущего рисунка. Затем следует выбрать понравившуюся схему и начать повторять узор. Ну, у нас иногда с ней бывает творческий порыв, и мы начинаем придумывать свои какие-то новые варианты, да, что-то добавлять, что-то убирать. И когда у нас получается очень красиво, мы всегда это стараемся зарисовывать, чтобы потом не забыть. Что означает каждый рисунок, сказать сложно. Наталья не задумывается о смыслах. Уверена, от этого ритуала важно получать удовольствие. Вообще, самое классное в этом процессе, то, что здесь нельзя сделать ошибку. Ты всегда можешь поставить любую точку, запятую, да, или рисунок, и это будет красиво. После того, как мы разукрасили яйца, мы замачиваем их на ночь в луковой шелухе, и затем отвариваем до готовности. Затем нужно аккуратно удалить воск сухой салфеткой. Каждый год таким способом Наталья и ее мама украшают порядка 40-60 яиц. Их дарят близким родственникам, друзьям и коллегам. Также ни одно праздничное застолье не обходится без куличей. Кто-то покупает в магазине, однако есть и те, кто предпочитает исключительно свой, домашний. Елена Баканова выпекает куличи более 20 лет. За это время узнала все секреты приготовления пасхального лакомства. Уверена, в этом деле главное не торопиться и соблюдать технологию приготовления. Сначала ставится опара – 2 стакана муки и 25 граммов сухих дрожжей. Ингредиенты смешиваются и просеиваются через сито. Это придаст будущему тесту легкость и воздушность. Затем подогреваются 3 стакана молока. Примерно температура нашего тела, то есть оно должно быть теплое. Если залить дрожжи с мукой кипятком, то они просто сварятся и, так сказать, погибнут. И не будут уже оказывать свое действие основное. Смешиваем все ингредиенты, которые потом будем добавлять в наше тесто, пока готовится опара. На 0,75 литров молока я беру много яиц. Это, как правило, 2 белка, которые я использую в гоголь-моголь, и вот 2 желтка, которые от них остались, я добавляю к 13 яйцам, которые я сейчас положу. И на это количество яиц, ну, я люблю куличи, чтобы были сладкие. Ну, примерно около 3 стаканов сахара. На очереди яйца. Важное правило – они должны быть комнатной температуры. Поэтому примерно за 2 часа до начала приготовления теста их нужно достать из холодильника. Они взбиваются с сахаром. До увеличения в объеме в 2-3 раза. Через 30 минут можно смешивать получившуюся массу с опарой. Туда же 2 пачки сливочного масла и чайную ложку соли. Аромат куличей подчеркнет ванилин. Понадобятся 3 пакетика. Затем добавляются 7 стаканов муки и полстакана растительного масла. Чтобы определить консистенцию теста, я обычно в конце уже руками домешиваю. Несмотрю, нужно еще муки. Теперь достаточно. Нам нужна более крупная емкость, поэтому, поскольку тесто будет хорошо подходить, примерно час, как минимум, если больше, час-полтора, поэтому перекладываем в кастрюльку побольше. Незаменимый ингредиент для приготовления куличей – это изюм. Будет достаточно одного стакана. Предварительно его нужно хорошо промыть под струей холодной воды и просушить. Теперь важный момент. Нужно наше тесто, которое уже у нас подошло, нужно будет обмесить хорошо. Естественно, этот процесс требует, чтобы его замешивали руками. Теперь добавляется изюм и все тщательно перемешивается. Тесто должно получиться тягучим, не жидким и не густым. Тесто обмесили, добавили изюм. Теперь закрываем крышечкой и желательно накрыть какой-нибудь теплой, либо полотенцем, либо какой-то теплой тканью. То есть хорошо укутать, создать тепло. Тесто нужно оставить на 40 минут. Второй раз оно поднимается уже быстрее, а пока подготавливаются формы. Каждую емкость нужно предварительно промыть и просушить. На дно положить кусочек пергамента и хорошо промаслить. И лучше вот так вот равномерно распределим по краям, тем у нас быстрее вынутся куличи. Это у нас не займет много времени. Когда тесто подошло, его нужно снова хорошо обмесить, затем распределить по формам. Берем баночку и наполняем на одну треть. Их нужно накрыть полотенцем и оставить на 15 минут. За это время тесто должно подняться в два раза. Теперь куличи отправляются в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. В это время готовится глазурь. Два белка взбиваются в пену. Для ускорения процесса добавляется лимонная кислота на кончике ножа. Затем два стакана сахарной пудры. Готовые куличи ставятся в емкость с холодной водой. Так они быстрее остынут, их будет легче вынимать. Всего получилось 14 красавцев, каждый весом 200 граммов. Ну вот наши куличи готовы. Теперь у нас момент декорации, чтобы они выглядели красиво и аппетитно. Для этого мы берем нашу взбитую глазурь и обмазываем. Делаем как шапочку. Верхушка куличей украшается кондитерской посыпкой. Все пасхальные угощения лучше заранее осветить в церкви и только потом приступать к трапезе. Главным событием Пасхи считается светлое Христово Воскресение. Однако еще 40 дней, вплоть до праздника Вознесения Христова, в храмах сохраняется торжественное убранство, а верующие продолжают поздравлять друг друга.